Подготовка к Чемпионату мира по футболу вышла на финишную прямую. За оставшееся время по всей стране необходимо не только завершить строительство масштабных объектов, но и привести в порядок уже имеющиеся. И самое главное – обеспечить безопасность. И пусть чуваксары не примут у себя ни одну из 32 команд-участниц Чемпионата мира по футболу, в дни проведения спортивного форума ожидается немало гостей, а следовательно вопросам безопасности надо уделить должное внимание. Сегодня эти темы обсуждали в Доме правительства. На заседании антитеррористической комиссии при главе Чувашии. Чемпионат мира по футболу 2018. Отсчет пошел на дни. Зона особого внимания, авто, ажедовокзалы, аэропорты. Так в Чувашии сейчас разрабатывается так называемый план уязвимости Чебоксарского аэропорта. Все сотрудники аттестованы по авиационной безопасности. В аэропорту имеется 5 постов охраны, автопатроль, 2 сотрудника. Ежедневно заступают на дежурство 8 сотрудников. Установлено 3 энтероскопа и функционирует 29 видеокамер. В Поволжье 5 муниципалитетов примут сборные стран мира. Многие болельщики будут ехать к месту проведения игр и возможно заглянут к нам в гости. Поэтому дополнительные меры безопасности принимаются на вокзалах Чебоксар и Канаша. На вокзалах города Чебоксара и города Канаша имеется по 5 постов охраны. Ежесуточно на данных вокзалах на дежурство заступают по 5 сотрудников частного охранного предприятия. На железнодорожном вокзале города Канаша завершены строительно-монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию обновленной системы видеонаблюдения. Вновь смонтированная система видеонаблюдения состоит из 118 цифровых видеокамер. Из них 65 внешне, 53 внутренние с охватом при вокзальной территории. Глава Чуваши Михаил Игнатьев отметил, что обеспечение безопасности – это приоритет государственной политики. Сбоев в работе быть не должно. Уязвимых мест вы ничигде не видите. Все нормально, все на высшем достойном уровне. В принципе, все решается в рабочем порядке. Кроме этого, на заседании обсудили готовность к проведению выборов президента России на территорию республики 18 марта.